Приветствую вас, и основная проблема, как мне показалось, заключается в том, что вы руководствуете своим предприятием определенным стереотипом, а стереотип этот разделяется на две части, первая часть это то, что до определенного возраста, если мужчина ничего-то не добился, то он уже ничего не добился, и здесь с вами можно поспорить, хотя бы потому, что человек развивается до 33 лет, после чего начинается этап старения, это во-первых, ну а во-вторых, в примере говорят, что человек может раскрыться после 40, яркий пример, например, яркий взрыв карьеры Луи Дефнэйсона, который именно облез Вайсхау после 40 лет, то есть успешность не приходит в определенном возрасте, можно сказать так, что лишь только ученые, которые занимаются научной деятельностью, может быть, отчасти попадают под этот стереотип, но и то, здесь тоже возможны свои нюансы. С возрастом человеку приходит опыт, мудрость, понимание, главное, осознание того, на что он способен, и поэтому успех может быть всегда, тем не менее, я уже хорошо вас понимаю, что вы боитесь нищеты, боитесь без перспективности и прочего. Пожалуй, в таком случае нужно пояснить для вас одну вещь. Если вы видите у своего мужчины потенциал, как вы говорите, то необходимо четко представлять себе, что он из себя представляет, этот потенциал, представлять себе как можно более четче, как его можно раскрыть, и что можно сделать для того, чтобы его раскрыть. И далее необходимо все-таки желание мужчины, чтобы свой потенциал раскрывать. Для того, чтобы раскрывать свой потенциал, а я так понимаю, что вашему мужчину на данный момент все устраивает, нужно стимул, нужно развивать стимул. Какой стимул? Стимул потерять вас. Мужчине необходимо постоянно говорить и показывать, что вы не принадлежите ему. в любой момент, пусть внешне, только внешне, показывайте ему, что вы в любой момент готовы к более успешным. Нужно, чтобы мужчина именно ради вас стремился реализовать свой потенциал, реализовать свои возможности и прочее. Если этого не будет, то вы получите то самое будущее, которое вот так опасает. То есть, если мужчина чувствует, что вы полностью принадлежите ему, вот в этом его нужно разобедить с соответствующим поведением, и постоянно говорить ему как бы намеками, что у тебя есть потенциал, что тебе нужно его добивать, и что вы бы очень хотели, чтобы так было. Если мужчина вас любит, то он будет ради вас стараться становиться лучше. Если его любовь к вам недостаточно сильна, то тогда нет. И здесь нужно оговориться, если вы увидите, что ваш мужчина относится к вам искренне, тепло и правда любит вас, но любит по-своему, а вы любите его, то постарайтесь ответить себе на вопрос, что есть ваша любовь. Если вы любите какое-то качество человека, если вы нуждаетесь в каком-то качестве этого мужчины, то это не любовь. Это реализованное через человека потребно. отношения, ничего хорошего, на такой основе вам не принесут. Это необходимо понимать. И если вы готовы мужчину принять таким, как он есть сейчас, и жить с ним, то тогда это действительно любовь, и вам необходимо следовать своему зову сердца, быть с ним счастливой, не обращая внимания ни на какие стереотипы, и так далее. Вы пишете, что опасаетесь бесперспективности, нищеты, и это, скорее всего, свидетельствует о том, может точно свидетельствовать о том, что подобного мужчину вы взяли как бы в противовес тому, чего ждут от вас родители. То есть вам захотелось такого вот бунтарского духа. вам захотелось так вот, знаете, попротиворечить немного своим родителям, показать им, что вот нет, я не буду делать так, как вы от меня ожидаете, я делаю по-своему. В принципе, это хорошее начало, это хороший поступок, но ему все же лучше бы идти от души, ему все же лучше бы быть искренним. А если вы сами осознаете, что мужчина откровенно не дотягивает на ваших требованиях, что вы хотите его раскрыть, хотите, чтобы он был другим, хотите его поменять, то простите, это не любовь. Это может быть реализация потребностей, опять-таки, ваших. Например, показать родителям, что вы сами выбираете свою жизнь, своего спутника жизни, что они не правы в том, что думали про него, что этот мужчина еще раскроется. То есть, вы хотите раскрыть мужчину, чтобы показать родителям, ну и, возможно, кому-то еще, в том числе и себе, что неправда то, что о нем говорят, и что вы оказались правы, выбрав его. При таком подходе ваши отношения, ну, объективно, желательно, разорвать, потому что вы любите не мужчину, вы любите в нем то, что хотите сам видеть, и вы любите в нем то, в чем вы нуждаетесь. Все-таки, любовь, если вы хотите построить ее на основе искренности, на основе восприятия партнера, как самоцели, это тогда, когда вы человека принимаете безусловно. Поскольку вы его безусловно не принимаете, я думаю, что есть какие-то мотивы для того, чтобы вы были из этого человека. Позже, то, что вы называете любовью, вполне вам можно привычка, то есть чувство собственного, собственничества, но это, опять-таки, при прочих равных условиях нельзя назвать любовью любовью. И если вы хотите быть счастливы, то вам необходимо все-таки задать себе вопрос, хотите ли вы в материальной обеспеченности, или хотите искренности в отношениях. Нельзя сказать, что одно без другого невозможно. Нельзя сказать, что одно всегда идет без другого. Бывает, что все это вместе, конечно. Но, в зависимости от того, что для вас важнее, такой и будет характер носить ваши отношения. А уже относительно другого, то есть, нет, в качестве приятного бонуса. Но ориентироваться нужно все же надо. Нельзя получить, к сожалению, от человека и материальную обеспеченность, и искренность. Поскольку человеческая природа такова, что чем больше материальная обеспеченность, тем меньше человеческая искренность. И именно в силу взаимоисключения этих двух элементов, очень маленькая вероятность того, что вы сможете получить и то, и другое. То есть, вам для начала необходимо определиться со своими ценностями. Далее с мотивами, по которым вы этот человеком. Далее определить, что вы в нем видите, что вы в нем цените, как вы его воспринимаете. А после уже принимать решение, решение относительно того, что вы будете с этим делать дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь к личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Благодарю.